Чтение слов всемогущего Бога о стремлении к истине Как стремиться к истине? 12 Я только что беседовал с тобой об освобождении от идентичности, унаследованной от своей семьи. Легко ли это сделать? Да, легко. Легко ли это сделать? При каких обстоятельствах эта тема будет влиять на тебя и беспокоить тебя? Если у тебя нет правильного и ясного понимания этой темы, то при определенных условиях ты будешь подвержен ее влиянию, и это отразится на твоей способности добросовестно выполнять свой долг, а также скажется на твоих методах решения задач и результатах. Поэтому, когда речь идет об идентичности, унаследованной от семьи, ты должен воспринимать ее правильно, не поддаваться ее влиянию или контролю, а относиться к людям и вещам, вести себя и действовать в соответствии с теми методами, которые дает людям Бог. Таким образом, у тебя будут то отношения и принципы, которые должны быть в этой связи у приемлемого сотворенного существа. Далее мы побеседуем об освобождении от формирующего воздействия, которое оказывает на тебя семья. В этом обществе человеческие принципы общения с миром, способы жизни и существования, даже отношения к религии и вере, и представления о них, а также различные представления и взгляды на людей и вещи, все это неизбежно формируется под влиянием семьи. Прежде чем люди придут к пониманию истины, независимо от того, сколько им лет, какого они пола, чем занимаются, какое у них отношение ко всему, экстремальное или рациональное, словом, во всех отношениях. Огромное влияние на их мысли и взгляды, на их отношение к вещам, оказывает семья. Иными словами, разнообразные формирующие воздействия, оказываемые семьей на человека, во многом определяют его отношение к вещам и методы обращения с ними, а также его взгляды на бытие и даже сказываются на его вере. Поскольку семья формирует человека и оказывает на него столь значительное влияние, она неизбежно лежит в основе методов и принципов, которые человек использует при решении вопросов и его взглядов на бытие и веру. Так как сам семейный очаг не является ни местом возникновения истины, ни ее источником, есть практически только одна движущая сила или цель, которая побуждает твою семью формировать в тебе какую-либо идею, точку зрения или метод существования. ДЕЙСТВИЯ В ТВОИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕЙСТВИЯ В ТВОИХ ИНТЕРЕСАХ Все эти действия, отвечающие твоим интересам, от кого бы они ни исходили, от родителей, бабушек, дедушек, предков, все они направлены на то, чтобы ты научился отстаивать свои интересы в обществе и среди других людей, чтобы тебя не притесняли, чтобы ты мог жить среди людей более свободно и бесконфликтно и в наибольшей степени защищать свои собственные интересы. Семья оказывает на тебя формирующее воздействие, чтобы защитить тебя, уберечь от притеснений и унижений, чтобы ты стал на голову выше остальных, даже если при этом ты сам будешь издеваться над другими или причинять им боль, лишь бы тебе самому не причинили вреда. Таковы одни из важнейших установок, которые формирует у тебя твоя семья. И они же являются сутью и главной целью, лежащей в основе всех формируемых у тебя идей. Так ли это? Если посмотреть на цель и суть всего того, что сформировала в тебе семья, есть ли среди этого хоть что-то, соответствующее истине? Даже если эти установки согласуются с этикой или законными правами и интересами человечества, имеют ли они какое-то отношение к истине? Являются ли они истиной? Можно сказать со всей определенностью, что они не являются истиной. Неважно, насколько те вещи, которые формирует в тебе семья, позитивны, законны, человечны и этичны, они не являются истиной, они не представляют истину, и, конечно же, они не могут заменить истину. Поэтому, когда речь заходит о семье, эти установки становятся еще одним аспектом, от которого следует освободиться. Что конкретно представляет собой этот аспект? Это формирующее воздействие, которое оказывает на тебя семья. Второй связанный с темой семьи аспект, от которого следует освободиться. Поскольку мы обсуждаем формирующие воздействия, которые оказывает на тебя семья, сначала поговорим о том, в чем именно они заключаются. Если рассортировать их в соответствии с представлениями людей о добре и зле, то одни относительно правильные, позитивные, презентабельные, которые можно выставить на всеобщие обозрения, а другие относительно эгоистичные, подлые, низкие, в целом негативные и не более того. Но в любом случае формирующее воздействие семьи подобно слою защитной одежды, которая в совокупности защищает плотские интересы человека, бережет его достоинства среди людей и предохраняет его от нападок. Ведь так? Тогда поговорим о том, какое формирующее воздействие оказывает на тебя твоя семья. К примеру, если старшие в семье часто говорят тебе, гордость нужна людям так же, как дереву кора, то это значит, что для тебя важно иметь хорошую репутацию, жить достойно и не совершать поступков, позорящих тебя. Так в какую сторону, положительную или отрицательную, направляет людей это изречение? Может ли оно привести тебя к истине? Может ли оно привести тебя к пониманию истины? Можно со всей уверенностью сказать «нет, не может». Вдумайся, ведь Бог говорит, что люди должны вести себя честно. Если ты совершил прегрешение, поступил неправильно или воспротивился Богу и восстал против истины, то ты должен признать свою ошибку, разобраться в себе и анализировать себя, пока не достигнешь истинного покаяния, а затем действовать в соответствии с Божьими словами. Итак, если люди должны вести себя честно, не противоречит ли это изречению «Гордость нужна людям так же, как дереву кора»? «Противоречит». Как именно противоречит? Изречение «Гордость» нужна людям так же, как дереву кора, побуждает человека стремиться к тому, чтобы жить ярко и красочно, совершать больше поступков, которые показывают его в выгодном свете, а не плохих и позорных, не выставлять на показ свои неприглядные стороны и не позволять себе жить без гордости и достоинства. Ради своей репутации, ради гордости и чести человек не может во всем критиковать себя, а тем более говорить о своих темных сторонах и постыдных проявлениях, потому что жить надо с гордостью и достоинством. Чтобы иметь достоинство, нужна хорошая репутация, а чтобы иметь хорошую репутацию, нужно притворяться и приукрашивать себя. Противоречит ли это принципу честного поведения? Когда ты изображаешь из себя честного человека, твои действия полностью противоречат поговорке «Гордость нужна людям так же, как дереву кора». Если ты хочешь вести себя как честный человек, не придавай значения гордости. Гордость человека не стоит ни гроша. Перед лицом истины нужно раскрыть себя, а не притворяться или создавать ложный образ. Нужно явить Богу свои подлинные мысли, совершенные ошибки, аспекты, нарушающие принципы истины и так далее, а также рассказать обо всем этом своим братьям и сестрам. Жить нужно не ради репутации, а ради честного поведения, ради стремления к истине, ради того, чтобы быть настоящим сотворенным существом, ради того, чтобы угодить Богу и спастись. Но если ты не понимаешь этой истины и не понимаешь Божьей воли, то преобладают те установки, которые формируются у тебя семьей. Поэтому, сделав что-то не так, ты скрываешь это и притворяешься, думая, «Я ничего не расскажу об этом, и другим знающим об этом тоже не дам рассказать. Если кто-то из вас проговорится, я этого так не оставлю. Моя репутация превыше всего». Жить имеет смысл только ради своей репутации, потому что она важнее всего остального. Лишившись репутации, человек теряет все свое достоинство. Поэтому нельзя рассказывать все, как есть. Нужно притворяться, скрывать, иначе потеряешь репутацию и достоинство, и жизнь твоя будет никчемной. Если тебя никто не уважает, значит, ты просто дешевка, никчемное отребье. Можно ли, практикуя таким образом, вести себя как честный человек? Можно ли быть полностью открытым и анализировать себя? Очевидно, что поступая так, ты руководствуешься изречением «Гордость нужна людям так же, как дереву кора, которое ты усвоил благодаря формирующему воздействию своей семьи». Но если ты освободишься от этого изречения, чтобы стремиться к истине и практиковать ее, то оно больше не будет влиять на тебя, перестанет быть твоим девизом или принципом поведения, и вместо этого твои поступки будут прямо противоположны изречению «Гордость нужна людям так же, как дереву его кора». Ты будешь жить не ради своей репутации, не ради своего достоинства, а ради стремления к истине, честного поведения, стремления угодить Богу и жить как истинное сотворенное существо. Следуя этому принципу, ты освободишься от формирующего воздействия, которое оказывает на тебя твоя семья. Семья оказывает формирующее воздействие на людей не одной двумя поговорками, а целым сонмом известных цитат и афоризмов. Например, часто ли в вашей семье старшие и родители упоминают изречение «Дикий гусь пролетит, останется крик», «Человек пройдет, останется имя»? Они говорят тебе, люди должны жить ради своей репутации. Люди в жизни стремятся лишь к одному создать себе хорошую репутацию и произвести хорошее впечатление. Всегда будь щедрым в приветствиях, любезностях, комплиментах, говори больше добрых слов. Не обижай людей, а наоборот, совершай больше хороших поступков и добрых дел. Это формирующее воздействие семьи оказывает существенное влияние на поступки и принципы поведения людей, неизбежно приводя к тому, что они начинают уделять больше внимания славе и выгоде. Иными словами, для них крайне важна собственная репутация, престиж, впечатления, которые они производят на людей и оценка их действий и высказываний другими людьми. Придавая большое значение славе и выгоде, ты невольно умаляешь важность того, соответствует ли выполняемый тобой долг истине и принципам, угождаешь ли ты Богу, выполняешь ли ты свой долг надлежащим образом. Все это представляется тебе менее важным и приоритетным, чем из речения «Дикий гусь пролетит, останется крик, человек пройдет, останется имя», которое ты усвоил благодаря формирующему воздействию семьи и считаешь чрезвычайно важным. Это заставляет тебя уделять большое внимание тому, как люди воспринимают каждый твой поступок. Например, некоторые очень пристально следят за тем, что думают о них другие за их спиной, даже подслушивают сквозь стены, подглядывают через полуоткрытые двери и тайком бросают взгляды на то, что пишут о них окружающие. Стоит кому-нибудь упомянуть их имя, как они думают. Надо обязательно послушать, что обо мне говорят, а вдруг он обо мне плохого мнения. О, Боже, он говорит, что я лентяй и люблю покушать. Значит, я должен измениться, мне нельзя быть лентяем, надо стараться. Проявив в течение некоторого времени старательность, они думают, я прислушивался, не скажет ли кто, что я лентяй, и вроде бы давно никто этого не говорил. Но им все равно неспокойно, и они небрежно бросают в разговоре с окружающими «я иногда ленюсь». А окружающие возражают, «ты не ленишься, ты сейчас гораздо старательнее, чем раньше». Тогда он сразу же успокаивается, радуется и утешается. Смотрите, как изменилось мнение обо мне. Кажется, все заметили улучшение в моем поведении. Ты стараешься не ради того, чтобы практиковать истину, не ради того, чтобы угодить Богу, а ради своей репутации. Таким образом, к чему на самом деле свелись все твои усилия? Они фактически превратились в религиозный акт. Что стало с твоей сущностью? Ты стал вылитым фарисеем. Что стало с твоим путем? Он стал путем антихристов. Вот как определяет это Бог. Таким образом, суть всех твоих действий стала порочной. Она уже не та. Ты не практикуешь истину и не стремишься к ней, а вместо этого стремишься к славе и выгоде. Словом, в итоге, с точки зрения Бога, ты выполняешь свой долг неудовлетворительно. Почему? Потому что ты заботишься только о своей репутации, а не о том, что верил тебе Бог, и не о том, чтобы выполнять свой долг сотворенного существа. Что ты чувствуешь в душе, когда Бог дает такое определение? Что твоя вера в Бога все эти годы была напрасной? Значит ли это, что ты вообще не стремился к истине? Ты не стремился к истине, а вместо этого основное внимание уделял своей репутации и причиной тому формирующее воздействие, которое исходило от твоей семьи? Какое изречение, преобладавшее в твоей семье, оказало на тебя формирующее воздействие? Поговорка «Дикий гусь пролетит, останется крик», «Человек пройдет, останется имя», глубоко укоренилось в твоем сердце и стало твоим девизом. Это изречение формировало тебя и воздействовало на тебя с самого раннего детства. И даже повзрослев, ты часто повторяешь его, чтобы повлиять на следующие поколения своей семьи и окружающих тебя людей. Конечно, еще более серьезным является то, что ты принял это изречение в качестве своего метода и принципа поведения и решения вопросов, и даже в качестве цели и ориентира, к которому ты стремишься в жизни. Твои цель и ориентир ошибочны, и поэтому конечный результат неизбежно будет отрицательным. Ведь в основе всех твоих поступков лежит только забота о своей репутации, только стремление воплотить в жизнь изречение «Дикий гусь пролетит!» останется крик, человек пройдет, останется имя. Ты не стремишься к истине и даже сам этого не знаешь. Ты думаешь, что в этом изречении нет ничего плохого. Ведь разве люди не должны заботиться о своей репутации? Как гласит известное изречение «Дикий гусь пролетит, останется крик, человек пройдет, останется имя». Оно кажется очень позитивным и правомерным, поэтому ты подсознательно принимаешь его формирующее воздействие и считаешь его положительным. А как только ты расценишь это изречение как положительное, ты неосознанно начинаешь следовать ему и притворять в жизнь. В то же время ты неосознанно и ошибочно принимаешь его за истину и за критерий истины. Посчитав его критерием истины, ты уже не слушаешь и не понимаешь того, что говорит Бог. Ты слепо применяешь на практике девиз «Дикий гусь пролетит, останется крик». Человек пройдет, останется имя. Действуешь в соответствии с ним и в итоге создаешь себе хорошую репутацию. Ты получил желаемое, но при этом попрал истину, отказался от нее и потерял шанс на спасение. Учитывая окончательность такого исхода, ты должен освободиться и отказаться от установки «Дикий гусь пролетит, останется крик». Человек пройдет, останется имя, которое ты принял под формирующим воздействием семьи. Не стоит держаться за эту установку, не стоит тратить силы и энергию на ее притворение в жизнь. Эта установка и точка зрения, которую тебе прививают и формируют у тебя, ошибочна, поэтому ты должен от нее освободиться. Причина, по которой ты должен от нее избавиться, заключается не только в том, что это изречение не является истиной, но и в том, что оно сбивает тебя с пути и в конечном итоге приводит к гибели, так что последствия очень серьезны. Для тебя это не просто изречение, а раковая опухоль, средство и метод развращения людей, потому что в Божьих словах среди всех своих требований к людям Бог никогда не просит людей добиваться хорошей репутацией, стремиться к престижу, производить хорошее впечатление на людей, завоевывать одобрения и получать лайки. Он никогда не заставляет людей жить ради славы или ради того, чтобы оставить после себя доброе имя. Бог лишь хочет, чтобы люди хорошо исполняли свой долг, повиновались ему и следовали истине. Поэтому применительно к тебе эта поговорка формирующая воздействие со стороны твоей семьи, от которого ты должен освободиться. Есть еще одно формирующее воздействие, которое оказывает на тебя семья. Например, когда родители или старшие напутствуют тебя, они часто говорят, ты должен претерпеть большие страдания, чтобы оказаться на вершине. Этим они хотят научить тебя переносить страдания, быть усердным и настойчивым, не бояться испытаний в любых делах. Ведь только тот, кто переносит страдания, противостоит трудностям, упорно работает и обладает боевым духом, сумеет оказаться на вершине. Что означает оказаться на вершине? Это значит, что над тобой не смеются, не смотрят на тебя свысока, не дискриминируют. Это значит, что у тебя есть большой авторитет и высокий статус в обществе, есть право говорить и быть услышанным, есть право принимать решение. Это значит, что ты можешь вести лучшую и качественную жизнь среди других людей, что на тебя равняются, тобой восхищаются, тебе завидуют. По сути, это означает, что ты находишься в верхнем эшелоне всего человечества. Что значит верхний эшелон? Это значит, что у твоих ног много людей и тебе не нужно терпеть их плохое обращение. Вот что значит оказаться на вершине. Чтобы оказаться на вершине, ты должен претерпеть большие страдания, то есть ты должен быть способен переносить такие страдания, которые не под силу другим. Это значит, что прежде чем оказаться на вершине, ты должен научиться выдерживать презрительные взгляды людей, насмешки, колкости, клевету, непонимание, презрение и тому подобное. Помимо физических страданий, нужно уметь терпеть издевки и насмешки общественного мнения. Только став таким человеком, ты сможешь выделиться среди людей и занять свою нишу в обществе. Цель этого изречения заставить человека стать начальником, а не подчиненным, потому что быть подчиненным очень тяжело. Приходится терпеть плохое обращение, чувствовать себя бесполезным, не имеющим ни достоинства, ни лица. Кроме того, это формирующее воздействие, которое оказывает на тебя семья, действующая в твоих интересах. Семья поступает так для того, чтобы тебе не приходилось терпеть плохое обращение со стороны других, чтобы ты имел славу и авторитет, хорошо питался и был счастлив, и чтобы никто не смел задирать тебя, а ты сам мог бы вести себя как тиран и вершить судьбы, и все бы тебе кланялись и прогибались перед тобой. С одной стороны, желая выдвинуться, ты делаешь это для собственного блага, а с другой для повышения социального статуса семьи и оказания чести своим предкам, чтобы твои родители и члены семьи также получали выгоду от общения с тобой и не страдали от плохого обращения. Если ты перенес большие страдания и поднялся на вершину, став высокопоставленным чиновником с красивой машиной, роскошным домом и свитой приближенных, то и твоя семья выиграет от родства с тобой. Твои родные также смогут ездить на хороших машинах, хорошо питаться и жить на широкую ногу. Ты сможешь по желанию есть самые дорогие деликатесы, путешествовать, помыкать всеми и делать что тебе угодно, вести себя уверенно и надменно, не держась в тени и не поджимая хвост, и поступать как тебе заблагорассудится, даже приступать закон и жить смело и безрассудно. Именно так формирует тебя твоя семья, желая огородить тебя от несправедливости и помочь тебе оказаться на вершине. Проще говоря, их цель сделать тебя человеком, который руководит другими, направляет других, приказывает другим, превратить тебя в человека, который способен только запугивать других и никогда не оказывается в роли просителя, сделать из тебя руководителя, а не подчиненного. Правильно? Приносит ли тебе пользу это формирующее воздействие со стороны твоей семьи? Нет. Почему ты считаешь, что оно не приносит тебе пользы? Если каждая семья будет воспитывать следующее поколение подобным образом, не приведет ли это к росту социальных конфликтов и не сделает ли общество более конкурентным и несправедливым? Каждый захочет быть на вершине, при этом не будет желающих оказаться в самом низу или быть обычным человеком. Все захотят руководить и притеснять других. Как ты думаешь, в таком случае могло бы общество остаться хорошим? Общество явно не шло бы в положительном направлении, в нем обострились бы социальные конфликты, усилилась конкуренция и разгорелись бы разногласия между людьми. Возьмем к примеру школу. Ученики стараются превзойти друг друга. Тратят колоссальные усилия на учебу, когда никто не видит, а при встрече говорят, ну вот, я опять бездельничал все выходные. Вместо занятий я пошел в одно классное место и весь день развлекался. А ты куда ходил? А другой скажет, а я все выходные проспал и тоже не занимался. На самом деле каждый из них прекрасно знает, что другой занимался до изнеможения все выходные. Но ни один из них не признается в том, что занимался или прилагал большие усилия, когда никто не видит, потому что каждый хочет оказаться на вершине и не хочет, чтобы кто-то его превзошел. Они говорят, что бездельничали, потому что хотят скрыть от других то, что на самом деле они занимались. Какой прок от такой лжи? Ты учишься для себя, а не для других. Если ты способен лгать в столь юном возрасте, то сможешь ли ты идти правильным путем после того, как вольешься в общество? В обществе появляются личные интересы, деньги, статус, поэтому конкуренция будет только обостряться. Люди не остановятся ни перед чем, и для достижения своих целей будут применять все доступные им средства. На пути к своей цели они будут готовы ко всему и способны на все, невзирая на цену, даже если для этого придется терпеть унижения. Если бы все так и шло, могло бы общество стать хорошим. Если бы все так поступали, могло бы человечество жить хорошо. В основе всех дурных общественных нравов и тенденций лежит формирующее воздействие семьи на человека. Чего же требует в этом плане Бог? Требует ли Бог, чтобы люди поднимались на вершину, чтобы они становились непосредственными, обыденными, непримечательными, заурядными, а великими, знаменитыми, возвышенными? Этого ли требует Бог от людей? Совершенно очевидно, что формирующее изречение «ты должен претерпеть большие страдания, чтобы оказаться на вершине». Вложенная в тебя семьей не направляет тебя в позитивное русло и, конечно же, не имеет никакого отношения к истине. Цели твоей семьи, заставляющей тебя терпеть страдания, не так уж невинны, подкреплены интригами, а потому подлы и коварны. Бог заставляет людей терпеть страдания, поскольку они имеют развращенный характер. Если человек хочет избавиться от своего развращенного характера, он вынужден пройти через страдания. Это объективный факт. При этом Бог требует, чтобы люди переживали страдания. Это обязанность сотворенного существа. Это также обязанность нормального человека. И это та жизненная позиция, которая должна быть у нормального человека. Однако Бог не требует от тебя, чтобы ты вышел победителем. Он лишь требует, чтобы ты был обычным, нормальным человеком, который понимает истину, слушает его слова, повинуется и все. Бог не требует, чтобы ты удивил его или сделал что-то потрясающее. Ему не нужно, чтобы ты стал знаменитостью или великим человеком. Ему нужно, чтобы ты был обычным, нормальным, реальным человеком. И сколько бы страданий тебе не пришлось перенести, и способен ли ты вообще переносить страдания. Но если в итоге ты научишься бояться Бога и избегать зла, то ты будешь самым лучшим человеком, каким только мог стать. Бог хочет не того, чтобы ты оказался на вершине, а того, чтобы ты стал настоящим сотворенным существом, человеком, который способен исполнять долг сотворенного существа. Это ничем не примечательный и обычный человек, обладающий нормальной человечностью, совестью и разумом, а не возвышенный и великий в глазах неверных или развращенных людей. Мы уже много беседовали на эту тему, поэтому сейчас не будем на этом останавливаться. А вот от изречения «ты должен претерпеть большие страдания, чтобы оказаться на вершине, тебе следует освободиться». От чего именно ты должен освободиться? От той установки, которую сформировала у тебя семья. То есть ты должен изменить вектор своих стремлений. Не делай ничего только ради того, чтобы оказаться на вершине, выделиться из толпы, стать знаменитым или вызвать восхищение окружающих. Освободись от таких намерений, целей и мотивов и займись более приземленными делами, чтобы стать настоящим сотворенным существом. Что я понимаю под приземленными делами? Прежде всего, поступай в соответствии с теми методами и принципами, которым научил людей Бог. Пусть твои поступки не поражают воображение, не впечатляют и даже не вызывают ни у кого похвалы или признания. Но если ты делаешь то, что должен делать, значит нужно упорно продолжать, рассматривать эти дела как долг, который обязано выполнять сотворенное существо. Если ты будешь так поступать, то станешь в глазах Бога угодным сотворенным существом, вот и все. Единственное, что ты должен сделать, это изменить свое поведение и взгляды на жизнь. Семья также формирует тебя и воздействует на тебя другими способами, например, через изречение «Гармоничность – это сокровище», «Долготерпение – добродетель». Родные часто учат тебя «Будь добрым, не спорь с другими и не наживай врагов, ведь если у тебя будет слишком много врагов, ты не сможешь утвердиться в обществе, а если слишком много людей будут ненавидеть тебя и желать тебе смерти, то ты окажешься в опасности». Тебе вечно будут угрожать недобрые люди, ставя под угрозы твое благополучие, статус, семью, личную безопасность и даже перспективы карьерного роста. Поэтому ты должен усвоить, что гармоничность – это сокровище, долготерпение – добродетель. Будь добр ко всем, не порти хорошие отношения, не говори слов, которые потом не сможешь взять обратно, не задевай гордость людей, не выставляй на показ их недостатки. Избегай или отказывайся говорить то, что люди не хотят слушать. Просто скажи другому комплимент, потому что похвала всегда уместна. Учись проявлять терпение и идти на компромиссы как в больших, так и в малых делах, потому что конфликты решаются с помощью компромисса. Подумай, твоя семья внушает тебе сразу две установки и точки зрения. С одной стороны, твои родные говорят, что ты должен быть добр к другим, а с другой, что ты должен быть терпеливым. Не говорить лишнего. А если хочешь что-то сказать, то попридержи язык, пока не вернешься домой, и только там скажи это семье. А еще лучше даже семье не говори, потому что у стен есть уши. Если секрет просочится наружу, тебе не поздоровиться. Чтобы утвердиться и не погибнуть в этом обществе, человек должен научиться одному – лицемерить. Проще говоря, нужно стать хитрым и изворотливым. Нельзя говорить только то, что у тебя на уме. Если ты сходу выкладываешь все на чистоту, то это называется глупостью, а никак не умом. Бывают распущенные люди, которые высказывают все, что им придет в голову. Представь себе человека, который так выскажется и в итоге обидит своего начальника. Начальник усложнит ему жизнь, отменит премию и будет постоянно искать повод для ссоры. В конце концов, человек не выдержит такого положения дел. Если он уволится, то у него не останется средств к существованию. А если не уволится, то ему придется мириться с невыносимыми условиями работы. Как называется, когда ты оказываешься между молотом и наковальней? Влип, то есть оказался в тупике. После этого семья отчитывает его. Ты заслужил плохое обращение, ведь нужно было помнить, что гармоничность это сокровище, долготерпение добродетель. Это тебе за то, что ведешь себя не сдержанно и болтаешь лишнее. Говорили же тебе, будь тактичнее и думай, что говоришь. Но ты ведь не соглашался, тебе хотелось высказаться. Неужели ты считал, что твой начальник позволит так с собой обходиться? Ты думал, что жить в обществе так уж легко? Ты всегда считал себя прямолинейным человеком. Что же, теперь пожинай плоды. Пусть это послужит тебе уроком. В будущем не забывай изречение, гармоничность это сокровище, долготерпение, добродетель. Получив подобный урок, человек запоминает его и думает, мои родители были правы, когда наставляли меня. Это очень важный жизненный опыт, настоящий перел мудрости, и я не могу его дальше игнорировать. Я игнорирую родителей на свой страх и риск, поэтому я запомню это на будущее. Поверив в Бога и вступив в Божий дом, он по-прежнему помнит изречение гармоничность это сокровище, долготерпение, добродетель. И поэтому при встрече приветствует своих братьев и сестер и старается говорить им приятные слова. Руководитель говорит, я уже довольно давно руковожу, но мне не хватает опыта работы. Тогда он делает комплимент, ты отлично справляешься с работой. Если бы ты не руководил нами, нам было бы не к кому обратиться. Кто-то другой говорит, я понял себя и думаю, что я очень лживый человек. Ему отвечают, ты не лживый, а как раз честный человек, это я обманщик. Кто-то делает ему неприятное замечание, а он думает, не стоит бояться таких замечаний, я и не такое стерплю. Какие бы гадости ты не говорил, я просто сделаю вид, что не расслышал их. Буду и дальше тебя хвалить и всячески задабривать, ведь комплименты всегда к месту. Когда его просят высказать свое мнение или открыться во время общения, он не желает говорить откровенно, а сохраняет перед всеми этот веселый и жизнерадостный фасад. Кто-нибудь спросит его, почему ты всегда такой веселый и жизнерадостный? Уж не хитрый ли ты лис? А он думает про себя, я столько лет живу как хитрый лис, и за все это время меня ни разу не обманули, так что я взял этот принцип за основу при общении с миром. Не похож ли он на скользкий кусок мыла? Бывает, что человек так скользит в обществе много лет и продолжает так жить даже после того, как придет в Дом Божий. Такие люди не произнесут ни одного честного слова, никогда не станут откровенничать и не расскажут о понимании самих себя. Даже если брат или сестра обнажат перед ними свое сердце, они не ответят на откровенность и никто не знает, что творится у них на душе. Они никогда не раскрывают своих мыслей и взглядов, поддерживают со всеми хорошие отношения и ты не знаешь, какие люди, какой тип личности им нравится или что они вообще думают о других. Если их спросить, что за человек такой-то и такой-то, они ответят, он верует уже более десяти лет и он приятный человек. А ком бы ты не спросил, они ответят, что это хороший или очень хороший человек. Если их спросят, а не выявил ли ты у него недостатков или изъянов? Они ответят, пока нет, но в будущем присмотрюсь. Однако в глубине души подумают, ты просишь меня обидеть этого человека, но этого я точно делать не стану. Если я скажу правду, а он об этом узнает, не станет ли он моим врагом. Моя семья давно убеждает меня не наживать врагов. Я не забыл их слова. Считаешь меня глупым? Не ужели ты думаешь, что я забуду о наставлениях и формировании в моей семье только из-за двух предложений правды во время беседы? Не выйдет. эти изречения «гармоничность это сокровище», «долготерпение добродетель» и «конфликты решаются с помощью компромисса» еще ни разу меня не подводили, и они мои талисманы. Я не говорю о недостатках других, а если меня провоцируют, то я проявляю долготерпение. «Ты видел символ, начертанный у меня на лбу?» Это китайский иероглиф «долготерпение», который образован символом ножа над символом сердца. Кто бы не говорил мне гадости, я проявляю к нему долготерпение. Кто бы не подрезал меня, я проявляю к нему долготерпение. Моя цель оставаться со всеми в хороших отношениях и сохранять отношения на этом уровне. Не соблюдай принципы, не будь таким глупым, будь гибким, научись уступать сообразно обстоятельствам. Как ты думаешь, почему черепахи живут так долго? Потому что они прячутся в свой панцирь, когда становится трудно, не так ли? Так они защищают себя и живут тысячи лет. Вот как прожить долгую жизнь, а также как управляться с миром. Ты не услышишь от таких людей ни одного правдивого и искреннего слова, а их истинные взгляды и подоплека поступков остаются тайной. Они только думают о чем-то, размышляют в глубине души, но никого не посвящают в свои мысли. Внешне это открытый и добрый человек, выглядит благодушным, никого не обижает и никому не причиняет зла. Но на самом деле он лицемер и скользкий тип. Такие люди обычно нравятся некоторым в церкви, потому что они никогда не ошибаются по-крупному, никогда не выдают себя и по мнению руководителей церкви, братьев и сестер прекрасно ладят со всеми. Они выполняют свой долг без рвения и делают только то, что от них требуется. Они особенно послушны и благовоспитаны, никогда не обижают других в разговоре или при решении проблем не зло употребляют ничьим доверием. Они никогда не говорят плохо от других и не осуждают людей за их спиной. Однако никто не знает, искренне ли они выполняют свой долг, что они думают о других и какого мнения о них придерживаются. Поразмыслив, вы даже чувствуете, что человек действительно немного странный и непростой и что если его оставить в коллективе, то это может привести к неприятностям. Что же делать? Нелегкий выбор, не правда ли? Когда такие люди выполняют свой долг, ты видишь, как они занимаются делами, но они никогда не заботятся о принципах, которые им передает Дом Божий. Они работают так, как им нравится, механически выполняют все действия и на этом останавливаются, стараясь только не совершать серьезных ошибок. Поэтому в них нельзя найти ни одного изъяна, ни одного недостатка. Они все делают безупречно, но что они думают в глубине души? Хотят ли они выполнять свой долг? Может быть, если бы не распоряжение церковной администрации и контроль со стороны руководителя церкви или братьев и сестер, этот человек связался бы с нечестивыми людьми? Совершал бы плохие поступки и творил зло вместе с нечестивыми людьми? Очень даже возможно, и они способны на такое, но пока не делают этого. Этот тип людей доставляет больше всего хлопот. Это архетипический скользкий человек или хитрый старый лис. Они ни на кого не держат зла. Если кто-то скажет им обидное или проявит развращенный характер, ущемляющий их достоинства, что они подумают? Я проявлю долготерпение, не буду держать зла на тебя, но придет день, когда ты сам выставишь себя дураком. Когда таких людей берутся исправлять или выставляют на посмешище, они втайне посмеиваются над этим. Они охотно потешаются над другими людьми, над руководителями, над Домом Божьим, но только не над собой. Они просто не знают, какие проблемы и недостатки есть у них самих. Такие люди стараются не сказать ничего такого, что могло бы обидеть кого-то или позволило бы другим увидеть их насквозь, хотя в глубине души они думают об этом. Если же речь идет о чем-то, что может ошеломить или обмануть людей, то такие люди легко высказываются на эту тему и не скрывают ее от других. Такие люди наиболее коварны и с ними трудно иметь дело. Как же Дом Божий относится к таким людям? Принцип таков использовать их, если это возможно, и исключать их, если нет. Почему так? Потому что таким людям не суждено следовать истине. Это неверующие, которые смеются над Домом Божьим, над братьями и сестрами, над лидерами, когда дела идут плохо. Какую роль они играют? Это роль сатаны и дьявола? Проявляя долготерпение к своим братьям и сестрам, они не обладают неподлинной терпимостью, неподлинной любовью. Они поступают так, чтобы защитить себя и не навлечь на себя врагов или опасность. Они терпят своих братьев и сестер не для того, чтобы защитить их, не из любви и уж тем более не потому, что стремятся к истине и практикуют в соответствии с принципами истины. Их отношение полностью направлено на то, чтобы плыть по течению и обманывать других. Они лицемерные и скользкие люди. Им не нравится истина, и они не стремятся к ней, а просто плывут по течению. Понятно, что формирующие воздействия, которые такие люди получают в семье, сильно влияют на их поступки и отношения к окружающему миру. Конечно, следует сказать, что методы и принципы отношения к миру не отделимы от их человеческой сущности. Кроме того, формирующее воздействие со стороны семьи только усиливает конкретизацию их действий и еще полнее раскрывает их сущность. Поэтому, если такие люди сталкиваются с фундаментальными вопросами добра и зла, с вопросами, затрагивающими интересы Дома Божьего, сумеют сделать правильный выбор и отбросят философию отношения к миру, которую они лелеют в своей душе, например, гармоничность это сокровище, долготерпение, добродетель. Чтобы соблюсти интересы Дома Божьего, уменьшить свои прегрешения и злодеяния перед Богом, какую пользу это им принесет? По крайней мере, когда в будущем Бог определит итог каждого человека, это уменьшит их наказание и смягчит Божью кару для них. Поступая таким образом, эти люди ничего не теряют, а только выигрывают, не так ли? Если их заставит полностью отказаться от своей философии отношения к миру, то им придется нелегко, потому что это затронет их человеческую сущность, а эти скользкие и лицемерные люди категорически не приемлют истину. Им не так легко и просто отказаться от сатанинской философии, которую они впитали в своей семье. Потому что даже если не принимать во внимание формирующее воздействие семьи, они сами навязчиво верят в сатанинскую философию. И им нравится такой подход к взаимодействию с окружающим миром, носящий очень индивидуальный субъективный характер. Но если такой человек умен, если он отказался от некоторых из этих практик и должным образом защищает интересы Дома Божьего, при условии, что не страдают его собственные интересы, то это на самом деле хорошо для него. Ведь, по крайней мере, это может облегчить его вину, смягчить Божью кару для него и даже повернуть ситуацию так, что Бог не накажет его, а вознаградит и запомнит. Как было бы чудесно! Разве это не благо? На этом мы завершаем нашу беседу по этой теме.